Надежда Волгина. Провинциалка для сноба. Глава первая. «Вот, мам, глянь!» — плюхнула Люда на кухонный стол газету, ни грамма не заботясь, что повсюду мука. Белое облако взметнулось в воздух, и Светлана Михайловна громко чихнула. А уже потом спустила на дочь собак. «Ты чего же творишь, ненормальная? Убери эту грязь со стола сейчас же!» Люда схватила газету и с виноватым видом опустилась на табурет. Но вот, опять она сначала сделала, а потом подумала. «Извечная ее проблема», — как говорит мама. «А ведь это не так, и думать она очень даже любит и умеет». «Чего там у тебя?» — разогнала Светлана Михайловна мучное облако полотенцем, и им же отерло лицо. Примчалась, как на пожар. Проворчала, доставая очки из кармана фартука и водружая те на нос. «Работу нашла», — покаянно произнесла Люда и протянула маме газету. Синим маркером обведено. Покаяние не длилось долго. Пока мама читала объявление, на губах Люды уже снова засияла улыбка. Окружающие считали ее жизнерадостной и неунывающей натурой. Сама Люда думала так же. Лишь строгая мама порой высказывала, что скалится она по поводу и без. Отчего ей печалиться, когда жить так прекрасно? Особенно, если ты молода и полна сил, и чувствуешь, что горы можешь свернуть. Региональный торговый представитель отложила Светлана Михайловна газету и вернулась к тесту. «И чем они занимаются? Чем ты будешь заниматься, если тебя, конечно, примут?» — сварливо добавила. «Ну, продавать что-то буду», — пожала плечами Люда. «И тебе все равно что?» «В общем-то, да», — рассмеялась Люда. «Ну, не мошенники же, а не мам, не воздухом торгуют. И название вон какое солидное. «Эдванс Компани». «И как это переводится?» «Компания по продвижению кого-то или чего-то, думаю. Ох, лишь бы приняли!» Мечтательно закатила она глаза. «А ничего, что в требованиях стоит московская прописка», — не унималась Светлана Михайловна. «Отчего-то затея дочери пришлась ей не по душе. И чем дальше, тем больше ей это не нравилось». «Ну, так у меня почти московская». И это было чистой правдой. Жили они в Рязанской области, в небольшом ПГТ, в непосредственной близости от столицы. «Да и какая разница? Некоторые москвичи на работу по три часа добираются, а я на дорогу буду тратить два часа. Не волнуйся, мам, я уже все продумала и просчитала. Осталось произвести впечатление на работу дателя и дело в шляпе», — вскочила Люда с табурета. «А когда собеседование?» — крикнула ей мама вдогонку. «Завтра в десять. Что б такое надеть?» — донеслось до Светланы Михайловны уже из коридора. Тяжкий вздох сорвался с губ женщины. Скалка вмялась в тесто, а мысли вернулись к дочери. «Не такая она, как они с отцом. Не хочет довольствоваться малым тем, что имеет. Вот и университет бросила. Работать пошла, чтобы им помогать и на собственные нужды зарабатывать. Месяц Светлана Михайловна места себе не находила из-за расстройства. Думы всякие одолевали. Злость брала, что не имеет она власти над дочерью. Не смогла заставить ту продолжить учебу. Ведь медалисткой школу окончила, на бюджет поступила. Два курса блестяще отучилась. И что? Все коту под хвост. Пошла работать на толкучку, вместо того, чтобы продолжать уму-разуму набираться за государственный счет. Тесто уже было раскатано тонким пластом, и Светлана Михайловна принялась вырезать стаканом кружочки. Захотелось порадовать сегодня домашних пельменями собственного изготовления, а не замороженными полуфабрикатами, где вместо фарша неизвестно чего в тесто завернуто. Денег им хватало, пока Геннадия Алексеевича, отца Люды, не сократили с завода, где тот протрудился без малого 20 лет. Конечно, без дела он не остался, с его-то руками, но работа с лесарем в автосервисе, куда тот устроился, приносила куда как меньше. Сама же Светлана Михайловна всю жизнь работала поваром в детском саду. А какая там зарплата? Так, для поддержания штанов. Зато времени свободного остается много. Можно посвящать его семье, дочери, которая уже, оказывается, стала совсем взрослой и самостоятельной. А взрослая и самостоятельная дочь, что выросла в любящем семействе, занималась сейчас тем, что придирчиво рассматривала свой гардероб, состоящий в основном из джинсов и футболок. Но не может же она пойти на собеседование в солидную компанию в таком виде. Когда отправляла резюме в Эдвардс Компани, на удачу не рассчитывала. А через неделю и вовсе забыла об этой вакансии. И когда сегодня утром ей на почту пришло приглашение на первое собеседование, глазам своим не поверила. Неужто Фортуна решила повернуться к ней лицом, а не филейной частью? Люда поймала себя на том, что размечталась об уютном офисе, в котором она трудится, не покладая рук, вместо того, чтобы выбрать наряд на завтрашнее собеседование, чтобы подать товар лицом, так сказать. «Подашь тут! Как же!» – буркнула она и вновь принялась перебирать вешалки в шкафу. Старье, ретроград, отстой! – доносилась из шкафа, пока девушка не вынырнула оттуда с вешалкой в руках, на которой висело платье с последнего звонка, когда ей вручали аттестат с отличием. Люда и так, и эдак вертела перед собой платье, прикидывая, нормально ли надевать на одно из самых важных событий в жизни платье пятилетней давности. Хотя, с другой стороны, со дня последнего звонка ее в нем никто и не видел больше, по той простой причине, что она его больше не надевала. Да и платья такого фасона, что называются маленькими, коктейльными, из моды никогда не выходят. В нем она будет выглядеть скромно и со вкусом, к чему и призывала ее всегда мама, а не как пацанка в драных джинсах и футболке на выпуск, любимой ее одежде. Волосы Люда решила собрать в хвост, хоть и любила оставлять распущенными. Но кто знает, с кем ей придется беседовать. Может, с престарелой Матроной какой-нибудь, что больше всего в молодежи ценит скромность и незаметность. Не то, чтобы Люда считала себя броской, но и от дефицита внимания со стороны парней точно не страдала. Так что завтра она будет скромной, с минимумом косметики на лице и постарается не скалиться, как скажет мама. Далась ей ее улыбчивость. Вон, Машка из соседней палатки говорит, что улыбки Люды любая голливудская актриса позавидует. А Наталья Викторовна, ее хозяйка, так и вовсе просит ее улыбаться почаще. Она считает, что именно улыбка привлекает покупателей. Правильно, она ж отражается во всех никелированных кастрюльках и сковородках, которыми Люда торгует. Свеже отутюженное платье висело на дверце шкафа, когда Люда ворочалась без сна, разволновавшись не на шутку. Выйти из дома она решила загодя, чтобы прибыть в офис раньше десяти. В семь часов как раз в Москву отправлялась электричка. А от вокзала до указанного в объявлении адреса рукой подать, как показала карта Google. Валерьянки, что ли, выпить на дорожку? А то так и до сердечного приступа недалеко. Ох, что же ждет ее завтра? Примут ли на новую работу? Понравятся ли она люди? Какие люди там работают? И еще много разных вопросов возникали в голове, сплетаясь в хаотичный калейдоскоп. В итоге уснула она уже ближе к трем, спала беспокойно и проснулась на полчаса раньше будильника, чувствуя себя совершенно разбитой. Но утренняя чашка кофе творит чудеса, а контрастный душ в любое время года лучше всего помогает проснуться и заряжает бодростью. Выходила Люда из подъезда пятиэтажки, где прожила всю свою жизнь, напевая легкомысленную песенку и размахивая сумочкой. Даже тот факт, что с утра моросил дождь, не мог сбить ее с позитивного настроя. И глядя на жизнерадостную и симпатичную девушку, мало кто подумал бы, что маялась она полночи от бессонницы, а впереди ее ждет серьезное собеседование, от результата которого зависит ее дальнейшая жизнь. Люда не первый раз приехала в Москву и даже не во второй, но уже на перроне бешеный ритм столицы привычно ошеломил и заставил слегка задохнуться. Каких-то два часа на поезде и она из сонной тишины попала в город, где, кажется, не спят даже по ночам. Все куда-то спешат, толкаются, не смотрят по сторонам. Уже на спуске в метро ее едва не растоптали, а в очереди за проездной картой изрядно помяли и растрепали прическу.